Последняя группа мышц, с которой мы работаем, и самая трудная одновременно, являются мышцы лица. Вот это вся наша мимическая мускулатура. Почему они трудные и почему они на последнем месте? Потому что в отличие от всех других мышц, наши мимические мышцы работают практически все время. Даже ночью, когда мы спим, то и дело у нас начинает сжиматься веки, сжимаются челюсти. Мы чего-то там бурчим, во сне делаем какие-то мины, то есть ведем активную общественную жизнь. Потому что именно мимика нашего лица позволяет нам понимать друг друга без слов. И как говорят некоторые ученые, именно мимика, то есть мимические мышцы вместе с рукой сделали человека человеком. Рука научилась делать инструменты, всякие продукты для работы, а мимика позволила лучше понимать друг друга. И это до сих пор так остается. Самое неприятное, что можно встретить у другого человека, это совершенно неподвижную маску. Когда человек с таким неподвижным лицом, вообще непонятно, что у него там происходит. Но мы с вами люди обычные, мы постоянно чего-нибудь переживаем. Эти переживания в большей или меньшей степени остаются на нашем лице, а значит мышцы напрягаются. Чувство страха, чувство обиды, чувство раздражения, чувство радости или чего-то еще напрягают те или иные мышцы. Потом они расслабляются. Но когда эти чувства повторяются довольно часто, напряжение не уходит до конца. Остается чуть-чуть. И это чуть-чуть аккумулируется, аккумулируется. И потом возникает в конечном итоге то постоянно нахмуренный лоб из-за каких-то там долгих бесплодных размышлений о грустных вещах, напряжения телесных мышц, из-за какого-то несогласия с развитием событий, опущения уголков губ в выражении недовольства или плаксивое лицо. То есть все то, что нам потом мешает жить, потому что мы хотим общения, а нас видят в одной единственной апостаси. Вот это хроническое напряжение мышц, оно, к сожалению, довольно быстро становится привычным, и сознание это напряжение уже не воспринимает. То есть мы не чувствуем, мы не ощущаем, что у нас там или здесь напряжено. И по этой причине расслаблять мышцы лица довольно сложно. Если бы мы начали с расслабления лица, то потом, переходя к расслаблению рук, спины, ног, мы бы снова их напрягли. Поэтому мышцы всегда напряжаются в последнюю очередь. И чтобы эти самые мышцы правильно расслабить, их, разумеется, сначала надо напрячь. Напряжение это не до хруста зубов, не до слез в глазах в этих веках. Мы слегка сжимаем веки и слегка напрягаем, слегка сжимаем челюсти. Такое примерно выражение лица. И расслабляем быстро. И снова напрягаем. Веки напрягаем, морщим лоб, поджимаем челюсть, губы напрягаем. И расслабляем. И мы чувствуем, как при этом расслаблении лицо как бы обвисает. И вот это ощущение обвисания, это и есть ощущение расслабления, расслабленных мышц. Потому что кожа как бы провисает под собственной тяжестью. Потому что в норме мышцы лица, это, пожалуй, единственные мышцы, которые прикреплены именно к коже, а не к костям. Отсюда и так много морщин на лице, но отсюда и такая подвижность, такая выразительность нашего лица. Поэтому мы напрягаем, расслабляем. Напрягаем, расслабляем. При этом на вдохе напрягаем. И говорим, мое лицо. Расслабляем. Расслабляется. И теплеет. Что касается тепла, очень важный нюанс. Мы согреваем нижнюю часть лица. То есть все, что расположено ниже глаз. Вот эту часть лица мы согреваем. Лоб остается без изменений. Потому что были зафиксированы случаи и во время тренировок аутогенной, тренировкой по Шульцу, и во время других там разных способов психотерапевтических. Были зафиксированы случаи, когда человек, слишком интенсивно разогревавший себе лоб, например, получал сильную головную боль или подъем давления или прочие неприятные вещи. Поэтому с тех пор рекомендуется концентрироваться на ощущении тепла исключительно вот в этой части, ниже глаз. Чтобы это тепло максимально быстро и максимально легко ощутить, есть два очень простых способа. Один – это воспользоваться какой-нибудь настольной лампой. Вот той лампой, которая вместе со светом излучает тепло. То есть мы где-то возле этой лампы садимся, приближаем к ней лицо и ощущаем, как сухое тепло окутывает нижнюю часть нашего лица. Селюсть, губы, щеки. Вот это все. Другой вариант – пойти на кухню, включить конфорку, буквально там полминуты подождать, пока конфорка разогреется. Неважно, газовая, электрическая. Главное, что идет поток горячего воздуха и не наклоняться над ней, ни в коем случае, а аккуратно ввести лицо вот в этот поток горячего воздуха. И мы чувствуем вот это горячее, сухое, приятное тепло. Оно сначала не сильно горячее, и нам не нужно там как-то сильнее его разогревать. Мягкое, приятное тепло, обволакивающее телюсть, губы, щеки. И в следующий раз, когда мы опять начинаем расслаблять лицо, мы его напрягаем, мое лицо расслабляется и теплеет. И во время теплеет, мы концентрируемся на ощущении мягкого, приятного, расслабляющего тепла вот здесь. Это довольно просто испытать, это довольно просто ощутить. И в общем-то, обычно вот этих фраз, несколько раз повторенных, и этого напряжения со сбросом хватает, чтобы поймать ощущение расслабленного лица. Именно это расслабленное лицо позволяет, во-первых, добиться внутреннего эмоционального спокойствия, а во-вторых, именно эта маска спокойствия позволяет очень быстро заснуть потом. Потому что очень многие эмоции, мысли и всякие там прочие неприятные вещи в голове, они связаны именно с напряжением мышц, как я уже сказал. И когда мы эти мышцы расслабляем, когда мы вот эту маску спокойствия на себя надеваем, нас вместе с этим охватывает и внутреннее глубокое спокойствие. А потом, после того, как мы научимся вызывать у себя это спокойствие буквально в течение нескольких минут, или даже нескольких десятков секунд, несколько раз поговорил и ощутил это расслабление лица, после этого мы уже можем начать заниматься изменением лица косметическим. То есть, если у нас брыли висят, мы можем начинать их подтягивать, вызывая совсем другое напряжение в других мышцах. То есть, вызывая у себя какую-то другую эмоцию, например, маска Будды. Вот та внутренняя улыбка, которая на самом деле и не видна. И не улыбка, но это предулыбка, которая дает человеку возможность чувствовать себя эмоционально более защищенным и более устойчивым к нервным стрескам, каким-то там нервным стрессам. Эта улыбка Будды, она одновременно помогает как раз разгладить вот эту нижнюю часть нашего лица. Те самые мышцы, которые часто там неприятно провисают. И, кстати сказать, при массаже косметическом, когда мы приходим к специалисту, тоже очень полезно расслабить именно лицо и шею. Когда специалисту проще работать с нашей кожей и с декольте, и с лицом, и намного быстрее получаются те эффекты, которых мы хотим. Расслабление лица. Сергей Демиденко, Старая школа здоровья. До встречи.